Здравствуйте! Друзья, привет! Мы на Бару, правильно сказали? Правильно. Вот на Бару, у Ани в гостях. Кстати, это второй, нет, третий наш эксперимент с рум-туром. И я очень надеюсь, что ты не испугаешься. Нет. В общем, человек северный, закаленный, хейтеров не боится. Можно и топором кидать будет. Ребят, мы в очень интересной квартире, Дим, закрывай, нет? Очень много и киевского и очень много интересных локаций, много полезного и много главной мебели, которая уже очень давно в эксплуатации, более 8 лет, и еще и переезд. 8! И выдержал не один, а даже два некоторые. Вот. Это к чему? Что если правильно прикладывать руки и голову, то все нормально работает. Дим, покажи. Вот так нас еще не встречали. Сейчас надо сфотографировать в сторис и сразу опубликовать. Показал? Так, мы в коридоре. Давай, чтобы сразу не бегать, показывай, что у тебя здесь есть и киевского. Есть полочка для обуви Чусик. Я о ней мечтала. Сколько она у тебя уже? Вот именно этой полки, наверное, месяца два. То есть это прям свежак-свежак? Это свежак, потому что она помещается тут габаритами хорошо. Вот. Передать им была поменьше. Они есть 80. За что ее побила? Я... За что побила? Или такая была? Она такая была. То есть вот это, в принципе... Дим, покажи, пожалуйста, сразу. То есть вот это, в принципе, имейте в виду, это брак. Вот по этому косячку можно поменять. Ну, не знаю, вы продираетесь женщиной. Нет, Дим, вот это можно поменять. Этого не должно быть. Очень удобная вещь, чтобы она сюда встала. Тут розетки, тут Wi-Fi. А, то есть ты все попрятала? Да. Я попрятала, но убрала одну палочку. Чтобы все встало? Да. Прикольно. И она встала здесь полностью, а здесь одну палочку убрала. От этого функционал никак не уменьшился. И все на месте? И все встало, вот эти все глобальные розетки. Мы с тобой когда разговаривали, ты говорила, что у тебя вместо полки здесь висела чусик маленькая, да? Да. Висела вот этот вот чусик уже верхняя часть. Мне она не понравилась. Разбалтываются вешалки. О, крючочки вот эти. Вот эти крючочки, они жесткие. Об них рвется петля на одежде. Когда за палочки на вешалке подвешиваешь одежду, она работает как рычаг. И выкидывает аж прям вместе с дюбелями. Я и дюбеля подкручивала, и снимала полностью крючочки, подкручивала. Все расшатывается. Плюнуло. На дачу. Ясно. Вот это, кстати, очень удобный пример, как можно скомпоновать хранение мелкое и фломастер. А в которую все плюются. Вот написано почти все им. Да, а ему год. Это опять к чему? Если правильно его повернуть, потрясти и хранить, ребят, вот так, он будет жить долго и счастливо. Кстати, вот эти вот мелки мне очень понравились. Потому что вот для грифельной доски не все мелки одинаково хороши. Вот эти мелки, они и мягкие, и не скользят, не проскальзывают. Это не то, что там доска. И не сыпется главное, что нет вот этого. Порошка, пыли тоже нет. Очень хорошие мелки. Детям для литеринга рекомендую. Для детей, кстати, что удобно. В баночке ты когда идешь гулять, просто там в коляску, в сумку, они не разваливаются. Дим, вот угадаешь, это икеевская или не икеевская? Нет. Нет, ты не прав. Ну, наверное, я на нее не застал, она очень древняя, наверное. Нет, она и сейчас в продаже. Я не помню. Модифицирована. Давай вот эту коробку одну достанем? Это стеллаж ветшо. Черного цвета, вот здесь есть задраность, который просто Аня перекрасила. Маша. Маша? А что мне переклинилось, что у меня Аня? Ничего, ничего. Смотри, спрятан счетчик. Ну, для этого мне пришлось тут дверку снять с него. Но, тем не менее, ты же спрятала. Конечно. А вот это я очень хочу похвалить, это хендмейт. Маша подруга делает эту красоту. Я думаю, если... У нее какие-то соцсети есть? Нет. Это все только это... Личные. Личные. В общем, если вдруг кому-то понадобится такой же хендмейт, и это Нижний Новгород и прочее, да, может... Пишите комментарии. Нет, реально классно. Смотри, какие интересные. Я думала, это что-то такое супердорогущее, дизайнерское, которому не подступите. Все из подручного материала. Делается под размер, да? Вот сделали под размер, потому что жалко какую-то там коробку ставить, а здесь еще полпространства, либо здесь, либо она по глубине торчит. Но вот здесь же ты вообще хранишь. Кстати, вы где же очень большую нагрузку? Здесь у тебя ведь все, что связано с ремонтом, инструментами. Да, здесь инструменты, она тяжеловата довольно-таки. И она не покосилась, и она не прикреплена к стене. Да ладно? И стоит устойчиво. Ты дополнительно ее не сцепляла, не усиляла. А как я ее закреплю, если тут счетчик? Обалдеть. Она стоит прекрасно. Смотри, есть правильное распределить нагрузку. У нее есть ножки, ну вот это выкручиваются регуляторы. Хорошо отрегулировать баланс устойчивости, и прекрасно стоит. Вот такого мы еще не видели. Так, в комнате или на кухне? Но выкручиваете включительно некрашенную жизнь. Вот да, ощущение, как будто просто металлический стеллаж. Ну да, ну как-то отсоцируется. Ну вот у тебя, нет, у тебя же понятно, вот это, к этому. То есть к чему это все подведено? К этому ко всему. И это просто краска, то есть ты в любой момент просто возьмешь и тупо докрасишь. А как же? Классно. Так, куда? В комнату, на кухне? Ну пошли в комнату. Пойдем в комнату. Показывай свою гордость. Здесь тоже куча всего икей, спа. Вот начнем с лоджии. Очень мне нравятся занавески. Сторона южная. Почему нравятся? Потому что вот эти занавески, они уже переселяются во вторую квартиру. Им лет шесть. И они, у них струящаяся ткань. Вот настолько струящаяся, и хорошо так... Подрапировать. И они нисколечки не выгорели. То есть они висят на солнышке на балконе, и при этом нет изменений цветовых? Никакого. Ой, какие интересные зажимы. Ну вот, ну если так приглядеться, ну вот она вот, стороночка такая вот. Ну, знаешь, это мелочи. С учетом того, что это солнышко, это постоянно сюда светит. Да. И функцию свою выполняет. И такое матовое затемнение. Не вот глобальные темнотищи, что у тебя. Да. А очень такой вот... Они нежные. Ну, это нереально классно смотрится. Вот ткань такая, прям вот прелесть. Я как понимаю, это один из любимых уголков в квартире. Где посидеть, покайфовать. Это уголок для хобби. Тюль как себя ведет? Тюль замечательно. Она послужила подарком маме, в том числе. Бабочки вот эти тоже люблю. Замечательно себя ведет. Стирается в лед. Ничего с ней не делается. Без затяжек, без всего. А почему так интересно подшила? Не просто подрубила, а вот именно такой этот карман? Потому что я не швея, шить не люблю. Только все по необходимости. Понятно. Надо было так сделать. Надо было, сделала. Это к тому, что не докапываемся, что вот так. Вот мне так нравится. Я художник, я так вижу. Да. Так, я тут еще кое-какие мелочи вижу. Тоже коробочки моя подруга делает. Ой, слушай, так они любого размера могут быть? Любого. Баршня, ну вам надо уже как-то выходить. Надо что-то придумать, Дим. Помочь, девчонка. Потому что это красотища. Сейчас еще скажешь, если вот это ручная работает, я вообще с ума сойду. Нет, это купленная. Хоть это, подберегите мою психику. Вот это вот тоже. Сюда сделан. А, то есть просто взят пластиковый контейнер? Это рекупаж. Вот так вот. Все в лаванде. Обалдеть. В этой квартире можно перемещаться по зонам действия. Ну, чтобы что-то менялось, радовало глаз. Зим, пойдем показывай красоты. Розмариничек. Кстати, всегда на балконе живет? Ну, здесь да. Ну, вот сколько он здесь уже у тебя? Он здесь полгода. И тоже ничего с ним не произошло? Спокойно пережил зиму? Да. На балкон вообще у тебя он отопливаемый зимой? А тепло. То есть он утеплен? Я его утеплила весь от пола до потолка. Никакого утопления здесь нет. Открываю здесь форточку. Ну, тут оно проветривание. И тепло сюда и заходит. Ну, плюс 15 зимой. Ну, в принципе, комфортно. Ну, плюс, дай бог, может быть, было 10. Сильный мороз такой. Сильный мороз. Какие редкости. Так вот, тепло. Вижу раритетик, желтую тьену. У нас она тоже дома живет. Ты ее под что используешь? Ну, они еще пустые. Я только обживаюсь. Два месяца я тут живу. Еще подо что-то я. То есть как-то все скомпоновала все это. Вот та же красота. Кстати, вы ведь можно даже как вазу использовать. Она так и используется в кухне. Так. В кухне покажем. Не будем заранее забегать. Я, наверное, погорячила сказать, что она как ваза. Как в кашпо используется. Ну, ваза, да. Хорошо. Мы тут, знаете, какой раритет откопали. Маша мне даже пальцем ткнула. А это тоже Икея. Я такого не помню. То есть, когда это продавалось. В 13-м году. Либо мы тогда еще. Ну, да. Мы тогда еще такими зелеными посредниками были. И ассортимент, наизусть, не знали. Слушай, столько времени живет. И довольно-таки. А почему сейчас такую штуку не продают? Это ведь реально хорошая махина. Какую? А ты про махину, а я вот только про эту магнитную доску. Да я про всю махину думала. Махину это я купила специально для того, чтобы поставить этот телевизор, чтобы не сверлить стены. Слушай, я такую доску вообще у Бенни помню. А я ее просто сюда приладила. А-а-а, ты ее пришурупила. Да. Ты хоть говори тогда, что ты тут модернизацию-то, хендмейт-то сделала. Да. Сама махина это отдельная история. Потому что я у Бенни был, ну не чтобы Икея такой фундаментал делала и вдруг выбросила из продажи. Нет-нет-нет. Кронштейн на кухне висит. Это вот дай киевский. Кронштейны были? Вот этот коврик и киевский, мне кажется, тоже. Да. То есть это коврик для ванны, для пола. Ты приспособила как под стекло. Да, да, потому что как-то вот слишком жестко, если просто подоконничек. И нужно было что-то белое? Беленькое, светленькое, чтобы смягчало. И квадратненькое. И квадратненькое. Слушай, реально классно. Все равно, знаешь, вот как ни показывай, именно про мебелики, народ все равно оценивает еще и интерьер. Ну конечно, как это все вместе сочетают. Вот подспудно. Поэтому вот я и обращаю внимание, чтобы... Как вот эти шторки? Отличные шторочки, очень мне нравятся. Они фактически в качестве одинаковые, что бабочки, что вот эти цветочки. Да, да, да. Замечательная тюлечка. Затяжищек никаких, ничего с ней. А почему ночные занавески сюда не хочешь? Не хочу, а зачем они нужны? Я там закрываю, у меня тут приглашенный свет. Здесь как просто зонирование же повышается. Ой, а можно я воспою оду? Можно. Любви вот этому торшеру. Взят в распродажном отделе. В оценке? В оценке. За 1200. Веришь, нет? Нет. 1200. Он стоял, никому нафиг не нужен был. Походу, долго никому был не нужен. Да. Мало того, что он там как-то вот, он катается, он как будто на колесиках. А не помните, что было на тюкетке написано там? Уценка по какому? Нет. Нет. Не знаю, по какой причине уценка, но 1200. Вот если даже вот он тут стоит. Он стоял у рабочего стола. Вот хочешь так, хочешь так. Хочешь так. Вот застилаешь кровать, да? Вот мешает вот так как-то. Хоп, перевернула. Бац, туда отправила. Реально универсальный солдат. Ой, какая прелесть. И такой свет от него хороший, такой рассеивающий. Ну вот так, если, допустим, просто выключить всё и вечер, то здесь лёгкий такой интерьерный цвет. Так уютно. Так уютно с ним. Моя любимая Феррисдаль. Давно ли взяла? Ну, можно сказать, месяца 4 назад. Я долго думала, я смотрела обзор. Сколько я в Икею не приезжала, года 2 или 3. Прогала сидела. Я сяду, посижу. Ой, ну у меня же есть диван. Куда мне эта Феррисдаль? Опять приеду, посижу. Ну у меня же есть диван. Пойдём, 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 пойдём давай. В конце концов, я диван продам, Феррисдаль поставлю. Поставила Феррисдаль, и у меня весь интерьер пошёл уже под Феррисдаль. Хотя стены были уже накрашены. А вот это ещё ничего не было повешено. То есть всё пошло привязывать? Под эту Феррисдаль пошло привязываться вот эти вот полочки с рейлингами, потому что надо было увязать. Под эту Феррисдаль пошла эта картинка, не только из-за того, что я на этом мосту стояла. А вот эти вот мосты, переходы и акценты, они все пошли под Феррисдаль. Про рейлинги сейчас отдельно расскажешь, потому что интересно на самом деле применить. С матрасами. Значит, все эти покупки, в основном глобальные. А нет, я говорю, кровать-то я ещё купила, ну, эту вот кушетку я купила ещё, была пандемия. Икея работала в режиме онлайн. Ну и что, как мне узнать? Свойства товара пощупать. Ну, когда-то я на ней сидела, да, и неоднократно думала. Визуально помню, матрасы там с ней идут, всё такое. Ваши как раз вот эти вот выпуски, я как раз тогда и на них и подсела. Понятно. Потому что в интернет-магазине я могу посмотреть. Выпуски с Икеи мне сначала шли, не сразу вы попались. А мне там шли самарские, казанские. Ну, там похоже на инвентаризацию. Вот, вот, цена, то. А тут у вас вот это вот так, это вот так. Это вот так, это вот так, это расстёгивается, это вот всяк. Это так ремонтируется, это так сдаётся. А давайте мы перевернём вверх тормашка. А давайте перевернём, давайте раздвинем. Так никто не видит, здесь оторвём. И, в общем, в конце концов, я подсела просто на вашу, подписалась. Вот в чём наша, оказывается, фишка. Вот в этом и фишка. В чём отличие? Я себе задавала вопрос, почему именно вы, почему не другие? Других тоже полно. Ну да, это на самом деле снимать же много. И инвентаризация, самое настоящее. Номер, артикул такой-то, такой-то, записан. Две штуки. Дальше. Да. И вот, значит, я посмотрела блог про матрасы. Про матрасы. Посмотрела ваш обзор про матрасы. И ты на них, я прям процитирую. Давай. Ребята, матрасы, как он называется? Малфорс. Малфорс. И до двух жёсткостей. Жёсткий и средней жёсткости. Но, по сути, жёсткий – это жёсткий, а средней жёсткости, ребята, это типа как мягкий. Вот я на него сажусь. Ну да, он мягкий. Я думаю, ну-ну. А я сяду, мне будет средней жёсткости. И я покупаю средней жёсткости. Типа помягче. Приношу. Ну, это мне всё привозят онлайн, там всё это привозят. Я это всё поставила. Села и провалилась. А Таня-то права. И мне пришлось сдавать. То есть ты те матрасы сдала? Я те матрасы поехала и сдала. И всё опять-таки благодаря тому, что сказали, ребят, да не вопрос, не понравится, тащите в зад. Сверните обратно. Тащите в зад. А топпер зачем взяла? Топпер это был с другого места жительства у меня. Тут просто остался. Да. Ну, он пойдёт, если, например, разложить. Что по Марфасу, ой, по Феррисдалю ещё мне нравится? Он как трансформер. Вот нам вбили в голову. Вот он 80, а вот если развернуть, он 100. Метр 60. Да ни хрена. Какой матрас у вас есть? Есть 140. Так и разворачивайте на 140. Если вас устраивает кровать на 140. Но здесь ключевое, Маш, знаешь что? Матрас должен тогда быть пружинный. Чтобы вот этого перехода не было... Не тоненький матрас один тогда нужен. Да. А прям хороший, ребят, пружинный большой матрас. И капитально. Но чтобы не было, что, ага, потом мы на 80 сдвинем, а у нас метр 40 не поместилось уже. Да. Ну вот, например, у меня матрас здесь 80, да? А у меня вынвинуто на 10 сантиметров. А здесь 10 сантиметров занимают подушки. И сложился топпер. То есть ты как раз убрала так, как тебе надо. У меня вот четко 80, причем не у бортиков, здесь тоже мягонько. Все вот в этом плане... Ну я вот смотрю, по ней вообще наяканий никаких нет. Дим, иди сюда, покажи, пожалуйста. Вот в Икеа, в магазине вот этого, кстати, не видно. Она же не чисто гладкая. Это просто гладкая. Да, потому что в магазине чаще всего феррисдали стоят в темных интерьерах. И вот этого момента незаметно. Вот, видишь вот это вот? Чтобы сюрпризом ни для кого не было. Нет, ну зачем? Это парк творит. Собирается она в лед. Вот я всё-всё-всё-всё. А если ты ремонт одна делала? Нет, мне подруга помогала. Вот. Но когда вот эту штучку я поставила, я в неё, значит, нет-нет, да испоткнусь. Ну как-то вот эту... Да, я думаю, уберу. Уберу, конечно. Уберу, выкрутила. Вот, так посидела что-то на ней, так смотрю. Жбловато. Без неё-то. Жбловато. Пришлось прикручивать обратно. Да не зря она ведь стоит. Ну, на самом деле, да. Кстати, вот у Икеи не бывает просто так какой-то детали. Если мы её убираем, значит, у нас меняется конструктив. Совершенно верно. Но с этой кушеткой, например, можно ещё. Некоторые считают, что она... Хорошо бы вот её бы иметь, не такую, которая не раскладывается. Но опять-таки, надо облегчить конструкцию. Она вот вся в этой сборной конструкции тяжелющая. А надо облегчить конструкцию? Взял вот эту часть, которая выдвигается... Ну, и снял. И снять. Разобрать будет две палки, 16 палок и вот эти три ножки. Походу, разбирала. Даже палки по счету. А их только 16, а от стороны 16, от той стороны... И было это не так давно. Поэтому я визжу от этой феррисдали. Спицы хорошо. Конструктив замечательный. Покупкой ты довольна? Ой, я так довольна. Дим, вот здесь вот раритетный угол. Просто многие даже таких товаров ещё и не видели. Что стол... Кстати, очень классный был. Жалко, что вообще вывели. С крусту нам хотя бы вернули. Но вернули с колёсами. У тебя... Или ты колёса открутила? Нет, это вот так и было. То есть, я помню, была такая база ещё без колёс? Они были распродажные. 13-й год. Москва, тёплый стан. Что? Распродажа. Такси они стоили 5 тысяч. А этот 4. И я, конечно, цап-цап. Их 2. Пришлось брать оба. Да я даже с радостью бы и третий, может быть, взяла. Было бы куда поставить. Нет, ну главное, знаешь, что мне вот нравится? У нас чёрный. У нас он примерно того же возраста. Да, мы его покупали... Алёна в 14-м году родилась. Да, где-то в 13-м году мы его покупали. И у нас он вот здесь уже весь потрескался. Потрескался? По одной причине. Потому что он всегда под стол. А, то есть, Надя затирает его. Затирался, да. И от этого, в этих местах он и пошёл. А здесь у тебя, получается, он просто стоит, вот, ну, как бы, да? Сила-присила. Жалко, что такой цвет вывели. Клепаны были в таком, в оранжевой коже. И они в нижнем, кстати, в зонировании стояли. Как столик? Столик замечательный, конечно же. Расшатался он в течение двух лет, потому что он был прикроватный по-прежнему месту жительства. Ну, так подвигаешь, подвигаешь поближе, подальше. А потом чувствую, что-то его живовато. Пришлось подкрутить, но это всё доступно. Но, тем не менее, он стоит, с учётом того, что это стекло и металл. Но вот сейчас бы он очень актуален был, вот, в тех тенденциях, которые даже дизайнеры дают по мебели. Так что, ты подожди, тебе ещё писать будут. Маша, продайте. Вот, вот, вот продаём. Вот сначала через диван. Бабокс. Через диван. А ещё можно, значит, есть... У меня был такой фонарик, когда меня гостила подруга, когда, вот с одним столиком, всё равно, она говорит, Маша, тебе не хватает освещения. Темновато. Темновато. Ну, не здесь, не берём вот это, в другом жиле. Вот, не хватает. Купили фонарик. Вот тоже икеевский такой, вот он жиблый абсолютно. А его вот, вот донь на него, он улетит со стола. И чтоб он, значит, со стола не летал без конца, поставили туда. И он светил внизу. И он светил внизу. Это светом было. Эффект просто нереальный. Он подсвечивал столешницу. Он подсвечивал столешницу. Здесь вот это вот рассыпает такой цвет. Как красиво, как уютно. Она говорит, ну, видишь, я тебе говорила. Поэтому у меня там свечки стоят. То есть фонарик сейчас уже почил в бозе? Однозначно. А сейчас есть. Фонарик мог почить в бозе. Нечта такому. Ну, в этот главное не квакнуть. Потому что, ну, у тебя кошек, собачек нет, которые снесут? Нет. Поэтому это всё в действии. Можно. И я добавлю маленькую каплю дёгтя. У него в сторону. В огромную бочку. Когда Таня сказала, что все коллекции рождественские, допустим, какие-то рождественские коллекции, они вот сейчас выпускаются и больше потом вы их никогда не увидите. Пришлось хапануть. А потом распадаешь. А я же домики люблю. Я прям вот по домикам западаю. Вот. Я хапанула. Вот когда мы включаем, ну, сейчас светло, всё это, значит, лампочка вот эта вот, ну, бьёт в глаз. Вот этот контраст вот этого какого-то рассеивания нету. Чётко из этих окон бьёт в глаз вот эта лампочка. Вот сейчас вот он бьёт. Да. Самую слабенькую пятиватную и шариком. Поменьше лампочку, пониже. Ну, больше слабенькую. Не веришь? Тут уже стоит 5 ватт. 5 ватт у меня полумрак. А, стекло прозрачное. И матовое стояло, и на 3 ватта вот эти вот диммерные. То есть ты экспериментируешь? Я, ну, всяк, у меня лампочки какие хочешь. Вот это вот может так включаться, так, и эти так, всяко-разно. И я думаю... Ну, я тогда у вас стекло закрыл, матовое. Вот. Ещё слюду. Хочу слюду пить. Домик заморочится, 150 лампочек, ещё заклеить слюду. Хочу пол такой домик. Ну, нужен домик голландский, тут голландская тема. Можно эту подножку киевскую пластиковую и на термосопле заклеить? Термосопли есть. Ну вот. И пластиковая подножка на стол. Я пошла. Сейчас клеить будут. Тешёвые. Так, а вот это что у тебя? Ну, Татьяна покажет такая. Покажу. Ну, вот это. Диэфир. Да. Ага. Так, это у нас финтор, который вышел из ассортимента сейчас уже. Да. Он как раз выходил, я его и купила в этот момент. Ага. Вот кто все финтор подыскупил, да? А я. Понятно. Для того, чтобы весить картинки. Я рисовать начинаю. И вот свои работы здесь подвешивать. А чтоб не сверлить стены, возможность менять галерею. Картинную можно? Да. И купила вот эти вот рамочки. А вот, они лежат в действии как можно. А сейчас вон там сзади можно посмотреть. Вот, например. Смотри, то есть получается. Ну, это не я рисовала. Да, обычный бюджет на киевскую полку самую. Ну, это я поняла, Мишка, зачем здесь. Лоханулась. Да. И просто тупо прикрутила рейлинг в обратную сторону. Да. Он же все равно круглый. То есть ты распределила. Слушай, реально классно. Мне нравится такая идея. Также можно и любые детские подвесюлины сделать. Маленькую полочку. Да. Так, показывай. В обратную кухню. Ну, кто-то скажет, что это типа как бы кухня тут или не кухня. Нет, у тебя один в один кушетки. Это те же линии. А какая тут кухня? Смотри, что повесишь. Если поварешки висят в кухне. У тебя здесь планочки такие же, как на этом. Так, это твоя работа уже. Нет. Это постер. А, смотри, здесь главное, чтобы у рамочек было не главное. Не главное. Можно тут подвесочку сделать и зацепиться. Так, здесь у тебя сейчас две рамки под картины, которые ты используешь. В принципе, довольно-таки такая, ну, не маленькая нагрузка. Но домиков, да. По домикам ты, походу, фанат совсем. Ага. А это подсвечник еще к тому же. То есть каждый. Это подсвечник. Сюда стоит свечечка. И рассеянный красивый свет. Это же все не просто какой-то функционал, этот подсвечник. А вот диван отсюда уберешь, что здесь будет стоять? Ничего не будет стоять. Просто свободное пространство. Просто свободное пространство. Здесь можно же погладить и сушить. Ну да, то есть какие-то такие. Если не на лоджии. Так, здесь у нас хемнос. А чем это? Кто его помешал? Распродажный. А, это суценки. Да. Наш, кстати, хемнос тоже суценки погрызанный. Ну, у нас он, это, вдобавок перекрашенный был. Да. Слушай, вот, казалось бы, несовместимые стили, да? То есть вещи, которые, вот если вот так сказать, вот такая кушетка, здесь должен быть лов, только все в таких строгих тона. Почему? Тут, видишь, акцент. Ручка. Ручечка черненькая. Да, она как раз прям полка и ручка. Акцент разбавляет. Как тебе тумбочка? Очень нравится. Ты ее просто применяешь, как вот прикроватную такую, да? Как прикроватная, да. Замечательная тумбочка. Самое главное, что вот есть ящичек туда, можно вот. Всякую фиговину. Фиговину убрать, подставку для этих. Ну, то есть и чистоту на ней можно соблюдать. И при этом смотрится хорошо. Самое главное, высота как раз вот с ней. То есть вот раз, руку перебросил, и сюда. Что-то низкое уже некрасиво будет. Да, да. При этом, если бы она, например, была черной, был бы уже очень мрачный. Причем она появилась раньше, чем Феррисдаль. Ну, при этом хорошо стыковала. А как-то вот сошлось. Так, здесь тоже кое-что раритетное, потому что вот этих вставок темно-синих и серых уже давно нет. Я как понимаю, у тебя здесь, вот смотрю, там есть швейная машинка. Да. Тут целый уголок хендмейк доживёт. Хендмейк и книжки все мои тут живут. Фотографии, всё-всё-всё тут живёт. Давно стеллаж вообще у тебя в эксплуатации вот этот? Он переезжал? Он переезжал. Он переезжал, причём на руках, с пятого этажа. Разбирали? Не разбирала. То есть целиком? Ни один такого плана стеллаж я никому не рекомендую обратно разбирать для того, чтобы переехать и куда-то обратно потом собирать. Не выдержит. Ну, с этим я согласна. Выдержит при условии, если вы мебельным ПВА проклеите все щитки. И это последний раз. И это последний раз. Здесь не проклеено. А как же ты перевозила? Вот прям так. Ну, упаковывала что-то, наверное. Ну, защищала как могла. Иначе, смотрю, он идеально переехал. А как же? Что-то вот... Он у тебя закреплённый? Нет. Он очень устойчивый. И при этом довольно теплым. Мне пришлось после переезда его укрепить. Чем-то укрепляло? Ну, вот эти к нему идут. Или скобы. Скобы. В строительном магазине купила скобы. И туда внутрь заделала. И уже на эти скобы вот эти вставки сделала. А ты уже вставки крепила? Да. То есть всё равно после переезда он какой-то был вот такой... Хлебковат. Хлебковат. Но вот эта ДСП, она из-за того, что толстая, совершенно верно. Один раз воткнул туда... И всё, большой уже... Не дай-то Бог ещё раз. Так, у нас здесь тоже кучу и киевского пряточка. Тоже рейтет? Тоже, не знаю, но уже снимает. Альгота нет? Уже нет? Уже нет. Вот я успела. И вот этот Альгот, он за мной везде ездит. Разбирается, собирается. Только я узнала. Вон, видите, есть белые полки, чёрные полки. То есть дособировалась уже. Только я узнала, что он выходит из ассортимента. Я докупила ещё кронштейнов, ещё полок. И это у меня хранится для того, чтобы потом можно было маневрировать безболезненно. То есть у тебя лежит доп. запас? Доп. запас я сделала. И я... Сколько раз ты его перевозила, демонтировала? Два. Я с этим Альготом не расстанусь ни за что. То есть это третье жилище, где он живёт? Второе, так скажем, где он собран и функционирует. А тут лопаться-то нечему. Как будто бы нечему. Ну, самое главное, что ну нечему. Единственное, что вот эта вот подвесная система, это из касторамы. Ну да, потому что это уже не Икеа. Жаль, что в Икеа такой нет. Так, а здесь суть её в чём? А-а-а. Подожди. Планка-то. Планка узкая. Вот, узкая. Это сейчас у новых подобное. И прям такой, это хорошая Икеа. А, на ней знаешь сколько Икеа висит? Нагружена прилично. Вот этого, да, у Икеи не хватает, что вот ты можешь отдельно вот это сделать. Да, очень жаль. Вот это для джинсов. Я раньше джинсы в ящик складывала, но подруги установили, она захотела такой. Я посмотрела, как оно пользуется. Я думала, это селживлое, прогнёлое. Нифига, по две пары залезает. И всё на виду. Всё на виду, очень удобная вещь. Вот, конечно, я прикидывала, уже так, имея опыт, значит, лёгкая, да, на перфорированные полки. Тяжёлая уже. Для этого можно и такую полку, то есть, можно было маневрировать и по цену... Как именно под себя делать. Да, под себя. Ну, здесь с инструментами, здесь, конечно, полочка. Ну, у тебя тут уже целость, с учётом всех твоих особенностей жизни, надо целую отдельную мастерскую. Та-та-та-та! Любимый поднос. Классная вещь, это у меня и для мастерской, и для... А, кстати, для пикника тоже классная штучка. Но он же мало места занимает, лёгкий. Да? Вот он у меня так сложен. А, чуть что? Сразу, где он? Солк. Так, давай переползать в кухню. Здесь вообще вот раритетный раритетный станет. Знаешь, я почему тебе сказала, что это не коллакс? Вот ты видела свой коллакс белый? Да. Он оттенка разного немножечко. Чуть-чуть разница по теме. Выцел. Нет. И сама вот эта толщина. То есть, изначально, ребят, экспедит, он продавался много лет. Мы свой экспедит покупали, ну, тоже лет 8-9 назад. Он чуть сирене. Такой грязно-белый. Даже видишь вставки другого цвета? Да, да, да. Но он потолще. То есть, у него вот это все коллакс. Когда ввели в этой контактной группе Икеи России, народ матерился, что... Ну, привыкли, ничего. И колеса у тебя тоже, кстати, уже из таких... Колеса это из строительного магазина. Да? Да. Потому что икеи-то точно такие же были. Причем я поставила здесь и здесь. А потом смотрю, что-то он у меня проседает. Пришлось пятая туда закинуть. Подкинуть еще как серединку. Да. Слушай, классно смотрится в кухне. То есть, по факту, это у тебя тоже система хранения? Да. Коробки-то не подружка делала эти уже? Нет. Максидом. А ты, думаю, уже если такое еще сами руками делать, то все, я... Это соломка. Нет, нет, нет. Вот он тоже переехал. Вот он переехал. Причем издалека. Из Москвы. Тоже я его, когда собирала, тоже там все это... Не дай бог разобрать. Больше не собираю. То есть, все это в последний раз собрано. И вот он, как я его собрала в тринадцатом году. Так он и... Вот он мне сказал, что экспедит. И что он другого оттенка. А я-то ее натираю. Натираю. Ну, что-то с ним не то. Оказывается, с ним не то-то, то, что он другой. Так, решеточка. Вот это вот. Кто-то ее называет стендом. Кто-то панно. Смотри, как классно для игру. Кошек и для всякого такой милоты. Я ее купил для того, чтобы немножко зрительно... Разбавить. Разбавить. Разбавить идущий от телевизора провод. Вот только для этого. Потому что здесь еще... Еще больше всего. У тебя много таких хитреньких моментиков. Там прикрыто. Здесь подставлено. Умеем. 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 А вот здесь кронштейн Икеи. Это икеевский кронштейн. Вот это точно икеевский. Это я помню. Да. И он с этим... С уровнем. Сразу встроенный уровень у него. И ты делаешь, как тебе надо. Совершенно верно. Сразу на местности. Потому что мы сейчас поселились в гостинице. Дима смотрит. Проходит мимо телевизора. У меня, говорит, голос косит. Или как? Ага. На бочок. Так. А как у тебя рамс-то оказалось в кухне? Вот так. Ребята, это, конечно, из-за этой рамс-то вы видите кухню такую, какая она сейчас. Если бы рамс-то была на 30 сантиметров меньше... А отпилить и сварить? Слишком замутно. Что бы сделало? Если бы у меня... Это был бы частный дом, гараж. Ты бы отпилила? Я бы отпилила. А так, ну, только портить. Ну, да. И вот эти 30 сантиметров, они сделали эту кухню именно такую, какую вы ее видите. А зачем тогда вообще тебе рамс-то вот здесь? Или это все-таки угол какой-то рабочий еще допол? А вот это угол художника. И она его отделяет. Если бы этих 30 сантиметров не было, она бы встала бы сюда. Здесь бы был бы обеденный стул. Здесь бы на стуле за столом я бы рисовала. Здесь бы мы обедали. А здесь бы открывалась дверка, как ей надо. И было бы место. То есть пришлось уже просто играться на местности? Ну, а ты когда ее покупала, ты думала, что встанет? Я думала, хочу рамску. Вот хочу и все. Вот хочу и все. А там разберемся. На ней два матраса. Угу. Жестких. За 1400. Самые дешевые. Ёмно вот эти серенькие, да? Ёмно, да. Был один. В разрезе двух попробую попы. Слушай, кстати, классно. Вот два прям... Вот прям, да. А был один, было низко. И низко, и все равно как подпроваливаешься. У тебя, смотрю, полка Лэберг, если правильно, уже в названиях уже язык сломала, которую Икея вообще не рекомендует нагружать. От слова совсем. Да ладно, на ней вообще вся канцелярия стоит. Да мало того, что там еще, как Дима называет, комбайн стоит, принтер с... Комбайн, комбайн. Сколько она у тебя в эксплуатации? Да вот... Ну, месяца четыре, как я ее нагрузила. Как прям вот так капитально нагрузила? Да, она так и будет стоять, и она не фиксирована к стене. Она реально так прям мощно нагружена. Она мощно нагружена, но ей бы хоть бы что. Так, торшевик. Нет. Нет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Он похож, но это нет. Да, у него клемпеж. Да. Вот этот вот. У Икеевского, убей, забыла название, тоже наил как-то за по 1400, у него плафон плавно в ногу перетекает. Ага. Хотя похож, вот так вот особо не отличишь его. Вот торшерчик вот. Это... Он похож, я видела. Ну, вот тот торшер, торшерович, торшеров. Ну, так там у тебя. Так, ну что, Маша, спасибо, что не побоялась. После того, как Алину разгромили с ее квартирой. Я ей ленись желает, вот прям поддерживала ее, но ушла. Все, ушла. Все моменты, да? То есть ее мы бросили грудью наоборот. Да. Ну, на первый большой респект, что вообще согласилась, потому что, судя по комментариям, все герои, а как доходят до дела, все в кусты. И ты была следующим героем, который сказал, я, меня возьмите. Да. И причем очень быстро мы оперативно приехали. Можно вы прощаться решили, а я ведь сейчас скажу еще что-то. Благодаря вашим блогам, Дим, пожалуйста, вот на эту картиночку. Картинка не икеевская. Но, если бы не ваш блог. Господи, блог здесь при чем-то? Я сделала рамку сама. Я сделала рамку и ее натянула сама. Потому что Дима тогда сказал, да вы что заморачиваете. Четыре деревяшки, да. Самое главное, что он был ковер, либо покрывало, на чем-то мягком делаете, чтобы она не облезла, пока вы это на рамку натягиваете. Я могу процитировать, я и сама сделала рамку. Ну, Дим уже сказал. Обалдеть. Вот, пожалуйста, пример живой. Я сама сделала. То есть, ты купила деревяшку? Да я вчера это все повесила и сделала. И на степлер. И на степлер. Красота. То есть, у тебя лежало полотно. У меня лежало полотно, не лежало, рулон вкрученный, здесь стояло. А рамки нет, повесить нельзя. И две деревяги с ремонта осталось. Хотя Дима сказал, должно быть 20 на 40. Ну так она просто не смотрит. А на полтора, на три. Ну рамочка тоненькая, картина небольшая. И картина небольшая. Потому что если вот для двухметровой большой картин, там все-таки поплотнее нужна деревяшка. Вот опять подтверждение, да. Мозг, когда в голове есть, получается результат. Если бездумно все делать, то, извините, вам шапка нужна, чтобы... И все благодаря тому, что я смотрела ваши обзоры. А ты говоришь, ничего ценного в обзорах не даете? Ничего себе не даете. Дозировано. Дозировано. Ничего себе. Он, знаешь, ждет, что вот... Вот я сейчас в обзоре расскажу, как дом построить условно. Вот такое вот фундаментально. Я расскажу, вот через два года. Когда дом построю. Еще раз хочу тебя поблагодарить, что пригласила. Квартира реально обалденная. То есть вот видно, что душа вложена, что вот каждый угол для тебя ценен и важен. Да, все сама делала. Что тебе здесь комфортно. Мне очень понравилось по энергетической такой атмосфере. Бывает, что заходишь и хочешь вот... Ага. А здесь такого желания нет. Спасибо, спасибо. Кстати, сюда тоже рассматривался ковер из Икеи. И в первую очередь за ковром неслась в Икею. Что смутило? Хотелось, конечно, мягонький с таким пухлым ворсом. Но из-за того, что здесь вот эта вот группа. Перепад высот с ворсом. Ковер вообще шикарно смотрит. Тебе не надо сюда ни больше, ни меньше. Толстый ворс здесь уже будет, знаешь, как-то вот не то, что... У тебя все-таки и спальня и гостиная. Да. Да, и у тебя... Соу-мач будет. Здесь вот идеальный вот этот вот вариант. Я еще хотела спросить, откуда такой ковер откопала? Зара. Ну, тоже есть интересные вещи. Ну что, будем прощаться? А то у нас рум-тур получился с попкорном. Почему? Получился такой, потому что очень много фишек. Прям очень много полезных фишек. Я даже столько даже сам не ожидал. А с вами трубы. Трубу дома обклеишь? Обязательно. Разберу ящик и обклею трубу. Ну все, давайте прощаться. Хозяйка квартиры будет отвечать на ваши комментарии. Будешь отвечать, Маша? Да, я отвечу. Конечно, отвечу. Ну, сразу предупреждаю. Негативка и автомат в бан. Мы про это уже говорили. Я предупреждаю. Когда человек негативит, начинает сраться, мы его блочим и больше он написать не может. Вообще, ни хорошего, ни плохого. С недавнего времени за 500 рублей могу разблочить. Дима вчера решил. Слушай, а что как люди в вечном бане сидят, можно их обратно вернуть? Но чтобы их обратно вернуть, и человеку, на которого они напали, да, моральную компенсацию дать, то, пожалуйста, через реабилитацию. Мудро. Поэтому давайте дружить дружно. Спасибо. А я хочу пожелать тем, кто будет нас смотреть, подписываться на обзор Икея. Они не просили честное слово. Это я от души. Очень много полезной информации я оттуда вынесла. А тем более, у меня Икея далековато. Машина у меня не всегда готова меня туда довезти. И есть и тяжелые какие-то вещи. Я туда сначала погуляю по Икеи вместе с ребятами, с Таней и Димой. А потом уже цель направо. Лежа на Фересдале перед компьютером. А потом уже туда иду с полным пониманием, что мне надо. То есть ты идешь грубо с готовым списком. С готовым списком. Не заморачивайся. Как вы выручили меня в пандемию. Как вы выручили. Очень рада, что были полезны. Такие советы. Просто вот спасибо большое. Спасибо тебе, что пригласила. Показали такую красоту. Я думаю, по коробочкам, если кому-то будет актуально, можно будет с твоей подругой состыковать. Она не будет делать, Най. Она очень такой скромный человек. А вообще просто на заказ? Не знаю. Я ее спрошу. Если чего. Получается, мы запустили челлендж. Ждем следующих заявок, кто хочет показать свою квартиру. Пожалуйста, ребята. Это не страшно. Страшно? Это не страшно. Просто полы помыть. Пылюху разогнать. У меня чисто так. Я такая фанатка чистоты. По местам все доставили. Но меня вдохновил приезд ребят. Потому что я позвала. У меня была вот эта вот картинка висела. И вот эти две полочки стояли. Все остальное это было. Я покажу, что я прибью, что я там сделаю. Когда я узнал, так, приедут, ну и что? Ну и что? Надо делать. Надо уж сделать. И в общем, сколько бы это было. И раз-раз-раз мобилизовалась. И все прибило. Все приделываю. И все на месте. И все на месте. Так что мы еще и пользу приносим. Полы помыты, рамки прибиты. Стимулирующие воздействия. Честно скажу, интервью Дудя будет не такое, как и дашь. Все, сам себя чей свой поднял. Все. Ну все. Пока. Пока.